приветствую с вами я века христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот очередное видео святые апокалипсиса ну или посвящено это видео фразе иисуса цитате из библии из евангелия от матфея когда иисус свои так называемые апокалиптической речи произнес уже заканчивая это 24 25 главы большой отрывок иисус заканчивая сказал что не придет род и как все сие будет все о чем рассказал ученикам когда не упрошали расскажи какой признак твоего второго пришествия как все это будет разрушение храма там и все эти вещи иисус начал отвечать ученикам рассказал им много всего интересного ну и вот подытожил закончил что не придет род сей как все сие будет о каком роде идет речь мы с вами сегодня об этом поговорим я поговорю выпуск потом вы сможете в комментариях свои мысли еще не исчезнет это поколение как все это произойдет такими словами утверждает свою апокалиптическую речь иисус рассказал своим ученикам о всех событиях последнем времени но что конкретно имел ввиду иисус что понимать под словом род о своем сайте авторском христианском сайте я сделал соответствующую страничку здесь будет это видео которое вы сейчас смотрите ну и давайте мы с вами более подробно разберем вопрос эти слова иисус произносит оканчивая свое повествование о событиях последнего времени перед своим вторым пришествием на землю матфея 24 34 истинно говорю вам не исчезнет рот этот как все сие сбудется ну не исчезнет не не истребиться там слова разные переводы почитайте смысл один да не придет в синодальном написано небо и земля исчезнут или придут по синодальному но слова мои нет казалось бы мысль не сложная не требует каких-либо разгадок символов образов и притч неоднократно произносимых иисусом но есть одна очень важная загвоздка что такое род посмотрев разные переводы толкования этого места мы узнаем что многие склоняются что род это поколение но следующий вопрос о поколении это сколько лет вы изучите горы материалов разных ученых философов и мыслителей и к сожалению не найдете ответа вы узнаете что разные разные времена у разных народов поколения назывались очень разной группы людей с очень разными временными интервалами вы узнаете что временной интервал между поколениями это и 5 и 7 и 10 и 15 и 20 и 25 и даже 30 лет это только круглые цифры а есть кто говорит и 11 о 13 годах и так далее но изучая все эти материалы на подобную тему поймете вы точно одно это всего лишь частное мнение какого-либо исследователя этого вопроса общемирового единогласного принятого мнения о поколении в мире не существует но ведь по плоти иисус был евреем а значит ответ надо искать еврейской культуры обычаях и знаниях но к сожалению и там мы не найдем ответа там я вам только что зачитал все то что я у себя на сайте разместил знаете достаточно долгое время конечно же хоть я всегда себя позиционирую как проповедник истины и вам об этом говорю истина на в простоте о том что бог все его бытие все мы с вами мы что вечны мы свободны и мы должны быть самой любовью воплощением самой любви и жить друг в друге друг к другу в любви ко всему божьему творению природе к животным к духам к людям только к богу естественно к самому богу любовь к этому к самому богу и проявляется конечно же истина то проста но мелочей в жизни много и вот это одна из таких мелочей до которую мы с вами может быть разбираем хотя это мелочь и нема и немаловажная в жизни я тоже долгое время как-то думал что здесь о роде имеется ввиду о поколении хотя у самого меня сразу всегда возникал внутри конфликт и соответствующий вопрос если идет речь о поколении ну если речь шла об апостолах допустим да иисус говорил вот не придет род сей ваш рот и важно там пусть разные люди разных возрастов были из его учеников то типа вы еще не закончитесь они не умрете можно даже так сказать как все съесть будет ну умерли апостолы умерли их ученики сколько уже мы проживем после его события 2000 лет как считается до еще ничего не сбылось господь сказал что не придет россии не исчезнет россии да у меня тоже какой-то был то ли я где-то тоже может начитался как я вам сказал что я когда изучал естественно в свое время много всех этих святых отцов толкований то почему-то странно теперь я понимаю основная масса склоняется к тому что под родом подразумевается поколение когда я стал углубляться в тему а что такое вообще поколение если этому какое-то определение как я вам уже зачитал все своими словами просто рассказываю но как выяснилось определению поколения вообще нету все что вы найдете в интернете это отдельные статьи каких-нибудь есть профессия как они там этнографы или еще что-то кто там всякими занимается ну вот этот демографии демографы там всякие кто демографии занимается ну есть у нас и тут там заканчивая профессию только выбирает ведет статистику по сути просто такие статисты да и вот вы можете найти какие-то статьи таких вот людей он счет заканчивали какую профессию имеет вот такую вот где там в государстве работают но какого-то действительно определение что такое поколение что такое рот я в итоге то это условие что мы между рот и поколение вставим знак равно что такое поколение сколько это это пять лет потому что по жизни вы можете тоже понимать что между людьми вот действительно вот по возрасту да я помню пока ты живешь где-то до совершеннолетия но 5 лет это такая такая группа что то если вам 10 лет с вами 15-летний не общается как и вы с ними да вы общаетесь 9 8 там 12 до если взять там цифру 10 лет если вам 15 вы общаетесь там ну 13-17 вот так вот да вот реально где-то пятилетка это показалось бы такое это другое поколение уже да вот тут поколением 7 10 кто-то круглые цифры берет опять действует встречать 15-20 но есть они круглые встречал и 7 и 13 и 11 и вот действительно я когда в это углубился понял что ответы вообще как выяснилось нет и тем более мы с вами говорим о еврейской культуре так как иисус родился в израиле до в народе израиля еврейском народе по надо вообще туда углубляться как выяснилось тоже углубляешься та же самая ситуация какого-то конкретного определения рот я так и не нашел вот и через некоторое время ищущий ему ищущий находит стучащему господь открывает алчащий алчащего напитает и когда я читал просто делала кто знает я сделал на корпус нового завета библейских книг в своей редакции с картинками со всеми иллюстрации там с качественными текстами со всеми этими выделениями и так далее и я просто черный раз луку перечитывал и пришло мне откровение думать как я раньше тупил да все на самом деле намного проще под родом конечно же подразумевается когда иисус говорит что не придет род сей не исчезнет род сей о чем иисус говорит разве о поколении возрастном людей до смене поколения нет иисус говорит о роде святых вот вам весь ответ хотел вам почитаю что я здесь написал потом еще поподробнее поговорю слова рот встречается в библии минимум 7-6 раз на страничке сайта вы найдете активную ссылку можете по ней перейти вот она как раз такая симфония по словосочетанию по слову рот в библии вот а урод в сейчас 76 раз если вы действительно почитаете то в основном род говорит как о поколении особенно в ветхом завете но потом она пере переходит в рот именно святых сейчас мы к этому еще вернемся давайте я зачитаю иногда она действительно означает поколение людей иногда родословие конкретного человека то есть библии а в рот иногда действительно подразумевает поколение людей да то есть она действительно целая у там брат каинов до рота веля как у нас с ну русских по крайней мере есть фамилия да ну и на других странах где там здесь фамилии отчество говорят не везде есть до фамилии вроде бы и есть имя и фамилия и вот поскольку здесь под поколением подразумевается тоже фамилия уже на если на наш русский язык говорить или я не знаю где там также везде называется да то есть есть фамилия род кузнецовых поколение кузнецовых можно назвать поколение так не говорят а вот рот говорят да ну это моя фамилия до того как я поменял фио вот иногда это родословие конкретного человека снова целого там рода да и надо по чуть-чуть у нас вот у нас ветер в русском языке по кроме у русскоговорящих есть фамилия и имя отчество то есть фамилия это так вот ты целая твою твоя родословная да а отчество и по сути твой только там отец культова дмитрий евгеньевич папа дрода можно это назвать такие вот нюансы иногда родословие конкретного человека но иисус в матфея 2434 и многих других местах евангелия говорит не о поколении людей об их внутренней сущности природе давайте я сел вам все-таки отсюда из ветхого завета ну вот прям любые берем то есть мечтаем иаков и весь рот его с ним мы видим что тут рот даже больше народ бывает ну слов народ в принципе от рода народ конкретного рода есть по сути то же самое и народ его но мы библии что не как рода и умер осип и все братья его и весь рот их да то есть уже как они пошли рот там еврейский до от герсона рот ливни и рот шимея здесь кстати употребляется как рот есть там рот железо да и весь рот ходящих на войну и вот рот форесов а док значит еще салтырь удавайте сюда в салтыре как раз кстати уже рот и рот подруги подругается по сути как святость такая да еремия и оставил рот так рот 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 в общем сами почитайте наверно как вот мы с вами советки за этого начинаешь особенно пятикнижие моисеева здесь очень часто что рот это вот рот кого-то там человека когда рот шимеля рот хеврона рот махли рот муши все это вот под рот то есть как ну вот рот вот как у нас по фамилии евро и на русском парящая вода но действительно в евангелии уже и вообще в новом завете очень часто в евангелии особенно иисус говорит не о поколении людей об их внутренней сущности до дома есть на самом деле природе души добры эти люди или злым если речь идет о плохих людях то есть если речь идет о плохих людях то говорится например рот каина рот лукавый рот развращенный рот неверный да все это иисус говорил рот злых духов рот грешников и так далее а если о хороших обычно говорится рота вели рот ищущих бога есть в библии такой рот божьих людей рот святых а пётр горит вы рот избранные рот цветы рот праведников рот избранный и так далее это все я вам прям библейские словосочетания беру они все есть да то есть а добра говорит там рот каина рода авеля добрых да еще раз вопрос повторю ну а плохих рот каина рот лукавый рот развращенные промысл так говорил да помните рот развращенный то есть не может быть фамилии какие-то да и суд что это как бы группа людей рот неверный из тех кто не верует до рот злых духов рот грешников ну рот сей вы помните когда иисус сказал когда изгнала бебеса из отрока он сказал рот сей но вы имеете ввиду рот злых духов под меня просто ну так скажем пападешь убираю и говорю просто именем существителем рот злых духов рот грешников да так далее и наоборот и хороших еще раз рот авеля рот ищущих бога прям только если в считании в библии рот божьих людей рот цветы их рот праведников рот избранный и так далее и как пример вот я вам пожалуйста лука 11 глава 47 стиха по 50 с прочтем горе вам что строите гробницы пророком которых избили отцы ваши этим вы свидетельствует о делах ваших о делах оттов ваших и соглашайтесь с ними ибо они избили пророков а вы строите им гробницы потому и премудрость божья сказала пошлю к ним пророков и апостолов из них одних убьют а других изгонит взыщется от рода этого кровь всех пророков пролитое от создания мира от крови авеля до крови захарий убитого между жертвенником храма так говорю вам взыщется от рода этого пусть мы видим что иисус говорит на то что быть евреями опять может и что он чуть ли не говорит о вроде израильском израильского народа нет мы видим по контексту с иисус опять хоть что вот вы конкретно отцы конкретные ваши убирая убивали не просто там евреи да и вы такие же кто это делаете вот от этого рода вот людей которые там убивали пророков да и вы сейчас будьте тем же самым заниматься меня убьете иисус говорит да мы видим что родом названа не конкретный род фамилия именно группа людей здесь иисус под родом поджигает всех убийца создания мира то есть взыщется от рода сего до от рода этого кровь всех пророк то есть всех кто конкретно убивал очень важно то есть опять еще расскажу что родом иисус берет группу людей убийц от авеля то есть того же сама кайна брата убийцы заканчивают потом убивал последнего до человека а потому если мы посмотрим место в матфея в контексте ну я вам еще раз веру я вам кратко к числе конечно все это можно было прям библейскими цитатами подкреплять я не стал такой материал собирать вы можете сами сейчас можно за счет интернета через поиск очень быстро находить вот но я напомню очень яркая петр как говори да в твоем послании вы род избранный опять род избранный под розом под родом подрывает уже грубое христиане да вот хотя они ничем по плоти никак не связаны да уже в иисусе нет ни раба не свободного не или на неудея не евреи не не еврея вы род избранный род цвет их народ божий опять народ или род божий уж сама это уж так перевели а может он играл что вы род избранный род божий род избранных да это очень важно ну и давайте еще раз матфей уже только это мы с вами цитатка было это было лишь одна фраза да так скажем и природ всей давайте на контексте обязательно посмотрим матфея 24 29 стиха и вдруг то есть иисус свет рассказал о последних временах и говорит и вдруг после скорби дней тех солнце помертит ну то есть все эти апокалиптические события написал рассказал они у нас поле развернутые показаны в апокалипсисе так называемым народным название в откровении солнце померкнет и луна не даст света своего то есть иисус начинает описывать свое второе пришествие заканчивается вся и времена апокалипсиса все эти горькие события и он говорит все после этой скорби дети померкнет солнце луна не даст света своего звезды спадут с неба и силы небесные поколеблется тогда яйца знамени сына человеческого на небе тут кузнами не я уже тоже давал ответ у меня есть ролик посмотрите найдите на канале и тогда вас плачут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великую мы видим что иисус описывает свое второе пришествие и говорит и пошлет ангелов своих с трубой у громогласную и соберут избранных его избранных его от четырех ветров до края небес от края небес до края их от смоковницы возьмите подобие когда ветви становятся уже мягкие пускают листья то знаете что близко лето а когда вы увидите все это знайте что близко при дверях и истинно говорю вам еще раз иисус не исчезнет рот я здесь уже добавляя избранных он то что сказал рот как все это сбудется небо и земля исчезнут но слова мои нет как мы видим и сут сам дал толкование и когда почему я всегда учу тоже рум маленькая хотите разбирать местечко там одно предложение одну одну фразу вот вас интересует что такой рот который не исчезнет когда все эти события апокалиптические сбудутся возьмите побольше почитаете возьмите право предложение целиком прочтите как мы видим тут как минимум отчитать хотя бы с 32 стиха да где иисуса смоковница рассказывает но это только причалную счастлива рассказ мы видим большой контекст хотя бы надо 9 стиха почитать оказывается иисус говорит когда все это закончится и до земля и все дела на ней как петр сказал сгорят солнце по померкнет луна не до света звезды с небом упадут силы небесные поколеблются ада я являюсь знамени с и сейчас хорошо я здесь скажу роли просто посмотрите это воскресший иисус то есть иисус не просто знание сын знамени ты на человеческое это его воскресение это его жизнь явится воскресший это его знамени знамени для рода неверного было именно его воскресение поэтому тоже никакой не крест в небе и распятие это знамени то что он идет воскресший что он живой у бог живу это и будет для них знамением и тогда вас платят все племена земные да вот этот рот неверный а соберут избранных наоборот рот избранный это сбудется считая все это потом если мы посмотрим место в матфеев контексте то поймем что и тут говорит о том что несмотря на все лютые гонения и убийство праведников особенно в последние времена до где опять будут люди от убиваем и гонимые будут мученики последнего времени за то что не будут принимать печать антихриста не будет участвовать в этих злодеяниях будет обличать наоборот и за деяния будут страдать за это кто-то будет тюрьме сидеть кого-то будет убивать да кто-то будет решаться имуществу кто-то будет в гонениях бегать по всяким странам и встретит иисуса христа в его второе пришествие это место также опровергает лжи его учения о до великоскорбном восхищении церкви то есть еще раз фиксируем что здесь иисус конечно говорит что не исчезнет рот этот он говорил конечно же не об апостолах как о поколении что вот они там еще не успеют умереть да и вот тут иисус второй раз явится нет иисус говорит о том что действительно во второе пришествие несмотря на все ужасные события он такую иллюстрацию показываю несмотря на все на всю те эти игры ужасные события все равно не только мертвые во христе вот картиночка очень хорошего помнить как апостол павел писал сам иисус говорил что то есть есть стоящие знаете наш сама фраза где иисус сказал что есть стоящие из вас которые увидят пришествие сына человеческого и вкусит при этом еще смерти да то есть весь этот бред протестантов по поводу до великоскорбного восхищения церкви это конечно полная дрянь чепуха ничего общего с евангелием она вообще не имеет вот у меня на это есть отдельная страничку я сделал на сайте восхищение церкви до великой скорби дам ссылку на нее описание обязательно посмотрите там есть видео есть все это разоблачение все это дрянь и чепухи ничего вообще это с евангелием не имеет от слова совсем и их не бред не что евангелие от матфея потому что им какие места не показываешь они это это вообще для евреев евангелие евангелие не бывает никакого для евреев есть одно евангелие написаны четырьмя разными людьми они лишь дополняют друг друга вот и все это одно евангелие для всех людей на земле и не апостол павел принес нам евангелие а иисус христос это очень важно и мы вот явно видим что и и действительно вся эта мысль иисуса конечно же она всегда во всем евангелие пронизывает тут у мысль павел об этом хорошо говорил что павел говорил да в настоящем времени что не все мы умрем но все изменимся до рук во мгновение ока да если речь шла втором пришествии тоже мы будем к нему возноситься это очень важно вот и как мы видим это говорит что далеко не всех убьют все равно несмотря на то что будет лютые гонения особенно в последние времена они были от начала евангелие и будет до последних времен но и несмотря на все эти жуткие гонения там печати антихриста и непринятие их вот все равно и всех не смог передушить по сказал что ради избранных там же в этом же евангелие в этом же месте матфею что ради избранных сократятся эти дни для он тоже мы же мне не все не целиком апокалиптическую речь иисус читали и вы прочитаете всю целиком еще раз если не будет и вы узрите что это абсолютная истина вот и тут здесь прямо просто говорит опять те же самые мы когда с вами евангелие читаем и видим как об одном и том же говорит по два по три по пять по десять раз мысль о том что и второго пришествия иисуса христа доживут его ученики и что несмотря то что иисус говорил приду на землю найду ли веру на земле он как бы попрошал на самом деле он знает и об этом говорит что найдет до малое стадо будут истинные христиане словом и делом живущие по евангелии будут много будет нет малое стадо будет они будут это очередное место из многих других параллельных мест где иисус говорит о том что в его второе пришествие его будут встречать его ученики не только из евреев как этот бред несут протестанты нет речь идет обо всех рот этот здесь игру я потом я слышал их не отмазку когда я сам на матфея на полно мест показываешь где иисус прямо говорит о восхищении именно в его второе пришествие да они услышал такой бред от них что это и по для евреев евангелие я вообще обалдел за лишь любить врагов заповеди в евангелии от матфея да и вообще все откровение тогда и откровение оставьте евреям тогда не надо вообще из евангелии от матфея ничего брать раз он евреем сказал она такая дрянь знаете это иначе как происки дьявола и забивания головы протестантом дьяволом не скажешь евангелие от матфея это такие же евангелия для всех языков для всех народов как и все остальные это одной евангелия о жизни учения иисуса христа но не для евреев потом все что там относится ко всем людям поэтому сус просто говорит о том опять что жатва восхищение все это одни и те же события свадебный пир это все разными и тут притчами разными образом рассказывал об одном и том же важно тоже понимать вот так вот поэтому здесь под родом сим подразумевается конечно же не поколение а род святых род людей которые которые назвались христианами и живут по-христианским любви даже к своим врагам и суть самого христианства достигнуть совершенной любви благая даже свою жизнь не с автоматом в руках а наоборот отдавая ее если на тебя это автомат направили ну или на кого-то закрывая кого-то спиной или грудью то есть это не пассивная конечно любовь ты не прячешься где-нибудь там в тумбочке защищаешь если надо а у какого-то человека беззащитного но только спиной или грудью и каким автоматом никого не убивать и святые которые вот они тут на поле в машине вот едут на картиночке очень хорошо будет не только как павел правильно сказал прежде но мы не прежде будем сначала мертвые воскреснут во христе потом и мы вместе с ними со всеми всеми будем восхищаться достоин и будут вот так вот то есть эти люди доживут святые будут всегда они тут и в последние времена и более того их даже всех перебить как бы не хотели не смогут будут те кто не вкусят смерти как иисус увидит царство его или стать мой святых ангелах во славе и он такой вот видео надеюсь оно было полезно интересно наследательно как мы видим что все это просто параллельные места есть где более прямо сказано ли что-то тут мы даже даже видите из просто взять чуть-чуть пошире сам говорит что под родом сим он подразумевает род избранных избранные избранными по сути их иисус путаем начал называть потом апостол тоже очень часто употребляли эти слова ну я вот вам напомнил хотя бы апостол который там прям несколько эпитетов сразу перечисляет рот избранный рот святых народ божий это называется христиане и не из евреев а вообще все потому что в христе нет никакого не евреи не и не раба не свободного и мужского не женского а все во христе вот так вот и пить и лайки если вам нравится мое видео делитесь ими их ресурсах с друзьями письма какие есть вопрос пишите свои комментарии кстати что вы думаете по этому поводу если есть еще какие-то вопросы непонятных места пишите в комментариях я олег все вам расскажу что да как пока пока до встречи вам 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 Продолжение следует...